Всем привет! С вами Маша и вы смотрите канал Похудение мамы и дочки. Сегодняшнее видео будет по запросу моей подписчицы, которая попросила меня рассказать о любимых ароматах и показать свой парфюм. Прежде чем начать, хочу сказать несколько слов о том, что я очень люблю ароматы, постоянно душусь, даже если нахожусь дома. Но в моей жизни был период, когда у меня сложились очень сложные отношения с ароматами. Это было во время беременности и после какое-то время у меня началась страшная аллергия на запахи. И я не воспринимала ничего, за исключением единственного аромата. Это был аромат эсаймиаки. Но постепенно ситуация стала выправляться и палитра ароматов расширилась. Тем не менее, до сих пор я предпочитаю свежие ароматы, легкие, цветочные, цитрусовые. И уже даже некоторые сладкие, если они не приторные. Но мне не нравятся тяжелые ароматы, восточные, пряные. Все это не мое, этими ароматами я не пользуюсь. И также сладкими, приторными. В общем, это все не мое. И если говорить о более стойких, о более насыщенных ароматах, то единственное, что мне нравится, это манталь. Но им я пользуюсь очень редко, время от времени. Может быть раз в год или раз в полтора-два года, потому что к концу использования этот аромат мне надоедает. Вот буквально несколько месяцев назад у меня закончился манталь. Это был розы смазг. Он мне очень нравится. Но уже к концу использования я поняла, что он мне уже надоел. И даже иногда у меня начинала болеть голова от этого насыщенного аромата. Тем не менее, мне он очень нравится. И через какое-то время я его вновь обязательно куплю. Такая вот моя история с ароматами. Такая у меня особенность восприятия ароматов. И сейчас я вам покажу, чем я пользуюсь в данный момент. Начну я, пожалуй, с несколько противоречивого для себя аромата. Это Diken Y Women. Когда я купила этот аромат, он мне показался очень свежим, очень нежным. Но по мере использования мне стало казаться, что он несколько приторный. И вот теперь я им пользуюсь время от времени. То он мне очень нравится, то кажется приторным. То есть вот как-то по настроению. Дальше следующий аромат. Это Kinzo. Я его периодически покупаю. Он мне очень нравится. Вне зависимости от времени года. Пользуюсь им круглый год. Он, на мой взгляд, очень свежий. В то же время в нем есть что-то сладкое. Какая-то сладкая нотка. И вот этот вот весь букет мне очень нравится. И зачастую очень поднимает настроение. Дальше следующий аромат, которым я пользуюсь. Я вам его показывала. Это Yodji Yamamoto Her Love Story. Я его тоже нахожу очень нежным, очень свежим и приятным. И вот он у меня уже заканчивается. Также у меня есть миниатюрка. Я вам ее тоже показывала. Следующий аромат, который мне очень и очень нравится. Это Issey Miyake Please and Pleats. Вот сейчас на мне, кстати говоря, вот этот вот аромат. Очень-очень мне нравится. Он, на мой взгляд, очень-очень свежий. И тоже я им пользуюсь круглый год. И он тоже очень поднимает мне настроение. Кстати говоря, не знаю, как у вас, но у меня такое бывает, что аромат поднимает мне реально действительно настроение. Дальше следующий аромат. Это тоже вам я его показывала. Dikene Y Be Delicious. Он сладкий, но, на мой взгляд, не приторный. И он мне очень нравится именно на море. Как он раскрывается на море на фоне морского воздуха и тропической растительности. В общем, я им пользовалась с большим удовольствием там. И он мне очень нравился. Здесь я тоже, конечно же, им пользуюсь. Но, на мой взгляд, он потрясающе раскрывается именно на море. Возможно, вам мои ассоциации покажутся странными. Но такие вот у меня, такое восприятие ароматов. Дальше, чем я еще пользуюсь сейчас, это Anais Anais Premier Delis. Он тоже сладкий запах, тоже запах сладкий. И он мне очень нравится именно в холодное время года, когда он смешивается с морозным воздухом. Вот эта сладость. В то же время я нахожу здесь и свежие нотки. В общем, именно зимой мне очень нравится использовать этот аромат. Следующее, чем я пользуюсь, это Vera Wong Princess. Это немножечко немой аромат. Он больше насыщенно сладкий. Но, на мой взгляд, неприторный. Им я пользуюсь редко, время от времени. Но тоже вот он мне очень нравится. И, наконец, Исаймиаки. Мой постоянный и любимый аромат, которым я пользовалась во время беременности и после, когда у меня была аллергия и пользуюсь до сих пор. Очень люблю этот аромат и пользуюсь им очень-очень давно. Никогда ему не изменяю. Он у меня всегда есть в моей коллекции, потому что я его нахожу очень приятным, очень милым. Он мне тоже всегда поднимает настроение, пользуюсь им круглый год. И это единственное, что я как бы вот всегда воспринимаю, вне зависимости от того, есть у меня аллергия на запахи или нет. Вот такими вот ароматами я пользуюсь сейчас, на данный момент. Пишите, пожалуйста, какие ароматы предпочитаете вы, чем пользуетесь вы. Всем спасибо за внимание. С наступившим Рождеством. Всего вам самого-самого наилучшего. Увидимся очень скоро. Пока-пока.